Вы знаете, у меня сохранились все мои негативные вопросы к власти, да, и вот как к посту президента, да, к президенту, но у меня совершенно никаких нет вопросов, Дмитрий Анатольевич, да, как к человеку, потому что мне он понравился как человек, думаю, что мы могли бы с ним дружить, у нас много общих интересов в музыке, и вообще, мне кажется, он открытый, хороший человек, но мне кажется, он прекрасный бизнесмен. Мне кажется, вот такого человека власть только испортит, и, видимо, вот ему не надо там быть, не его это, мне кажется, и негативный был момент в том, что мне показалось, да, вот у меня такое убеждение сложилось из этой встречи, что он вообще не в курсе, что творится в стране, то есть вот президент у нас не обладает адекватной информацией, вообще адекватным пониманием, что происходит в стране, по-моему, они считают, что все хорошо, все здорово, и они не представляют, какой ужас творится вообще, как люди живут, и вообще, что происходит. Ты что-то ему говоришь такое, что вот у нас такое происходит, он такой, да ну, то есть, ну, видно, вот, видно, естественно, такое искреннее удивление, то есть не только у него на лице, но и у людей, которые вот с администрации президента, то есть, мне кажется, они просто не в курсе вообще, что происходит в стране. Ну, у нас был наболевший вопрос в том, что, например, у меня и у Володи Шахрина, да, был практически общий вопрос, мы просто говорили, что людей и организации, которые занимаются, в общем-то, благотворительностью и спасением других людей, да, там, здоровью, какого-то адекватности, то есть, практически их просто пытаются задавливать, да, и сажают в тюрьмы. То есть, я вот говорил о бесплатном центре, единственном в России, да, по лечению наркомании и алкоголизма, это дом Надежды на горе, вот рядом с Питером, да, то, что наше правительство Питера старательно забивает насмерть, как бы, и старается налогами, да, и там, какими-то штрафами и так далее, благотворительную организацию задушить, и если они ее уничтожат, то это будет уничтожен единственный такой центр в России. Володя говорил о том же самом, когда человек, который организовал подобные центры в Екатеринбурге, ему собираются дать 8 лет тюрьмы за то, что он не имел права лечить этих людей. Вот этот идиотизм может быть только в России, мне кажется, да, когда официальные источники абсолютно импотентны, да, с точки зрения какой-то помощи таким людям, а те люди, которые адекватно эту помощь приносят, их стараются сажать в тюрьмы и закрывают центры. Поэтому, собственно, сам вопрос борьбы с наркоманией в этой стране, он идиотичен, это кретинизм вообще, когда начинают говорить о борьбе с наркобизнесом и наркоманией, все разумно адекватные люди в этой стране просто хохочут, потому что это бред, это просто лицемерие, лживость изначально. Ну и другие музыканты какие-то там проблемы тоже поднимали, там рассматривали, в том числе этот несчастный завод туалетной бумаги, который уничтожает единственную нашу вообще жемчужину озеро Байкал, да, что туалетной бумаги не хватает, что ли, ну это же бред. Ну это было предсказано много тысяч лет назад, на самом деле, больше 15 тысяч лет назад, наши же предки, да, как бы, ну по крайней мере, которые жили на этой земле, да, вот славянские народы, они предсказали, что вот примерно спустя там 15 тысяч лет, вот как сейчас, собственно, люди, которые должны нести духовное знание, будут продавать его за деньги, да, и заниматься бизнесом исключительно, да, и хапать его, как бы, деньги, и пытаться, то есть служить золотому тельцу, поклоняться, а духовное знание будут нести шуты из комарохи, это было предсказано, собственно, так и получается. И получается так, что люди, которые стоят у власти, да, в этой стране, пока что, почти 80% из них, значит, собственно, обладают комплексом нищего человека, они выросли в нищем советском государстве, да, они были рождены в рабочей крестьянской среде, и поэтому, естественно, вот этот вот комплекс, да, с детства, он все равно же не оставляет человека. Они давно утеряли понятие, там, той же самой чести и достоинства, но вот над такими вещами, да, вот люди посерьезнее, да, как у нас считают, да, в пиджаках, они начинают смеяться, когда начинаешь им говорить о морали, о нравственности, чести и достоинстве, да, какой-то. Они просто начинают тебе хохотать в лицо, ты думаешь, Илья, о чем ты говоришь? Да, ты чего, как бы, это повод для шуток у них. Мне кажется, у такого государства просто нет будущего, вот и все. И пока эти люди окончательно не уйдут, ну, просто не умрут, да, естественной смертью, грубо говоря, вот пройдет 50 лет, они все перемрут, придут новые люди, у которых уже не будет такого комплекса, которые не будут рождены вот в этой вот рабочей крестьянской среде, вот этой вот под котлами, как говорится, да, там. Потому что государством должен править, да, или городом, да, должен править кшатрий, воин, а не боярин. Опять же, потому что если боярина посадить, вы получите вторую Москву, то есть большой черкизовский рынок, на который там полная Разгуляева, да, там на каждом повороте шлюхи стоят, как бы, никакой моральной, никакой нравственности, но зато все в золоте купаются. Вот вам пример, когда боярин сел на трон, кшатрий, воин должен стоять вот тут на троне, и кшатрий должен слушаться брамана, советника, мудрого человека, просветленного человека, не человек, у которого есть пост, я там официальный, там вот, у меня большой, самый большой золотой крест на шее, да, и поэтому я самое главное в этой стране духовное лицо. Нет, ты должен слушаться настоящего, мудрого, просветленного человека, он должен быть у тебя советником, а не человек, который внешне обладает этими атрибутами. Это практически возможно, если только, да, если только, например, Владимир Владимирович, да, как бы, Путин, или там Дмитрий Анатольевич Медведев вдруг поймет, что это очень важно, и об этом говорят все самые разумные люди, адекватные в этой стране, и он, наконец-то, их послушается все-таки, да, и он действительно поймет, что есть люди, которые знают, как это сделать, как поднять эту страну, как сделать так, чтобы мы жили в мире, в многонациональном мире, да, в этой стране. У нас будет много, очень богатая, разнообразная, множественная культура, у нас будет много религий, и все будут жить в мире в согласии, и работать, и что-то делать ради единой идеи. Эта единая идея будет содружество, это будет действительно настоящее содружество, основанное на любви, это возможно. Нет, у России наименьшее какое-то вообще количество шансов, если даже говорить с точки зрения, мы просто, мы страна четвертого мира, вы понимаете? Вот мы всеми называем страны третьего мира, да, например, там какие-нибудь арабские страны, да, но давайте сделаем вот на бытовом уровне, да, если вы, например, летите самолетом, да, например, арабских авиалиний, вам предлагается 15 видов питания, из них 6 вегетарианских, а знаете, как у нас кормят в самолете? На тебе булочку с колбасой трехнедельной давности и заткнись, примерно так, понимаете? И как, извините, мы можем быть круче них по развитию, если вот это на бытовом уровне на каждом шагу встречается, что они относятся к людям, как к людям, а у нас к людям относятся, как к нелюди. У нас нет уважения к жизни человека в стране, вообще никакой. И у нас нет ни закона, ни прав. У нас реально нет закона в стране. Один разумный человек сказал, сейчас вот не буду врать фамилию, могу потом поискать, даже самому интересно, он сказал, если в стране закон не выполняется равно для всех, значит в этой стране нет закона. Вы прекрасно понимаете, что ни один закон в этой стране не исполняется равно для всех. Ни один. То есть, по сути, закона в стране нет. Здесь все решает коррупция. Связи и деньги – коррупция. У нас этот вопрос национальный, да, он очень просто стоит вообще. То есть, о чем мы будем делать? У нас практически громадное количество лучших врачей, хирурги, да, офтальмологи и так далее, так далее. Это грузины, армяне. У нас бизнес-рестораны, да, это грузины, армяне. Прекрасные люди, извините. Громадное количество, да. Если вы уберете сейчас узбеков, да, которые вот торгуют фруктами и так далее на рынках и чистят улицы ваших городов, вы просто погрязнете в грязище, в дерьме. Я не хочу, чтобы они уезжали. Проблема не в этом. Проблема в том, что просто действительно определенные правила, которые не предусматриваются у нас законом. Что человек, который въезжает в эту страну, да, или тем более устраивается на работу, он должен знать русский язык. Это, извините, уважение к стране. Он должен жить по законам этой страны, безусловно, исполнять их и так далее. И если такой человек, да, иммигрант, грубо говоря, или гастарбайтер, не исполняет их законов, он должен тут же, иммиграционной службой, высылаться к себе на родину без права возвращения сюда. Вот, депортироваться, все, ты попался в милицию, да, если ты не житель этой страны, по закону, ну там, что тебя сажать здесь в тюрьму? Даже отсидел там свой срок и гуляет к себе на родину. Не умеешь себя вести, живи у себя дома. Мы же рады всем, да, и пускай даже эта культура приживается здесь, никто не против. Но проблема вся происходит из-за агрессии. Это действительно правда же, да, что вот, ну, ну, любой со мной согласится, что, например, там те же самые дагестанцы, это очень агрессивный народ. И зачастую очень отставшие в культурном и, да, вот каком-то нравственном плане. Они очень агрессивны, они нетолерантны, да, зачастую. Я вот часто сталкивался с этим. Хотя среди них есть прекрасные люди. И то же самое можно сказать там про ингуши, да, тех же самых, там, которые реально агрессивны. Ну, так сложилось исторически. Поэтому должно быть какое-то проявленное, какое-то, ну, внимание, да, там, какое-то там бдительное. И все. Но делать из этого вот, из бытовняка какую-то национальную проблему, зачем? Это просто бытовняк. Всякое бывает. Молодежь просто откровенно скучает. Это раз. Просто некуда приложить свою силу. Это раз. Да, у них нет никакой идеи. Они ни цели, ни идеи, ради чего жить. Когда на улицу свободно выходят бритоголовые парни, да, с фашистским приветствием, да, и выкрикивают фашистские лозунги. Мне кажется, это не построение гражданского общества, а построение совершенно обратного. То есть фашистского государства. Это фашизм. Это хай Гитлер. Чтобы, ну, там, понимать четко, да. И мы только что потеряли 20 миллионов, как говорится, на войне с этими самыми нацистами. То есть либо у нашего народа память коротка, либо у нас молодые парни, да, и девчонки, которые участвуют в таких движениях, они не очень-то чтут честь своих мам, пап и дедушек, и бабушек. То есть, по сути, они плюют им в лицо. Потому что их собственные родители, да, их собственные семьи, их собственный род потерял людей в этой войне. И когда человек после этого одевает, да, вот эту вот, какую-то там, вот, неофашистскую форму, да, бреется на лозунг и идет, как бы, кричать какие-то нацистские лозунги, вот именно такой, вот, национал-социалистические, неважные. Немцы кричали, что мы за немцев, и русские считают, что мы за русских. А нацизм есть нацизм. Вот если, да, за нашу свободу. За какую, за чью нашу? То есть, извините, но если ты, например, у тебя мама узбечка, да, папа украинец, дедушка из татарии, да, а бабушка, там, из Монголии, то кто ты наш? А где тут наши? Здесь наших-то и нет. Ну, это же смешно. Это идиотизм ситуации в стране. У нас главная проблема в том, что у нас отсутствует вообще именно духовное воспитание какого-то людей полностью. Ты знаешь, все сосредоточено на деньгах. И даже родители в большинстве своем, опять же, в абсолютном большинстве, учат детей не тому, как раньше, да, надо быть добрым, честным и так далее. А тому, что, там, сыночек, тебе надо как можно быстрее научиться, как можно лучше всех обманывать и как можно лучше у всех воровать. И все высшее образование у нас, заметите, да, на этом практически сейчас построено. То есть, институт экономики, институт менеджмента, институт управления, институт права и так далее, юридически, да, они не учат людей чести, нравственности и достоинства. Они учат, как лучше обворовать, солгать и нахапать, и обмануть. Вот и все. У нас даже высшее образование на это направлено. Ну, как можно ожидать чего-то? Вот это именно исключительно извращенное понимание духовного, вот как раз, да, пути развития. Вот о чем я всегда стараюсь и говорить, друзья мои. Духовное развитие не означает нищету и уход от мира и от людей, ни в коем случае. Наоборот. Ты все должен делать гораздо более качественно и лучше, чем обычный человек. Ты должен выполнять свою работу, быть лучшим на ней, да, ты должен занимать самые высокие посты в этом государстве, ты должен быть лучше всех. Но один момент, мотивация всех этих действий другая. Ты делаешь это все уже не для себя, а для других. Вот и все. Мотивация другая, действие. А действие одно и то же. То же самое. Ты должен достигать как можно больших и лучших результатов в учебе, в работе, везде, во власти и так далее. Но мотивация совершенно иная. И именно поэтому, когда человек постигает настоящую истинную мотивацию, цель, у него и процесс гораздо быстрее происходит. У него есть ради кого и ради чего становиться лучшим. Об этом задумывается не только прослойка маргиналов. На самом деле это неправда. Потому что те же самые лекции, которые я, например, читаю по институтам, по этому вопросу, туда приходят и взрослые люди, и очень много, и совершенно разные. И бизнесмены приходят, и люди, которые занимают высокие посты и в правительствах, и во власти, и в армии, и так далее. То есть они тоже интересуются этим всем. Просто мне кажется, это нужно внести в образование, хотя бы даже в школы, в среднее образование. И делать это не с точки зрения русской православной церкви, и объявлять единственно верной религии, а все остальные еретики. Не с точки зрения вот этой фашистской позиции, когда мы единственное право и все остальные козлы. Это же исключительный фашизм. То есть надо дать право всем, да, то есть я говорю о том, что людей нужно воспитывать духовное, то есть, ну, духовное знание давать, но не с точки зрения религии, а с точки зрения взаимоотношений с миром. Есть люди, которые это понимают. Есть люди, которые читают по этому поводу лекции по стране. В конце концов, если вы не можете в свою школу пригласить такого человека, их мало, да, поэтому они все на расхват. Ну, действительно, не, ну, реально, их десятки, да, по стране, буквально там. В конце концов, у них куча видеолекций. И вы можете вот любой класс, да, в школе поставить эту лекцию на видео, я думаю, что видеопроекторы есть в любой школе, и подавать это как уроки. Раз в неделю, чтобы дети слушали часовую, полуторачасовую лекцию о духовном знании. Это очень правильно. Главное, что я не выступаю против религии, да, наоборот, я считаю, что они нужны. Но я против позиционирования их как единственного возможного пути. Вот, потому что это неправильно. То есть, это должно, какие-то истины должны даваться, да. Пускай будет урок, действительно, там, кто хочет, будет ходить на урок, там, православие. И тут же будет урок, например, по исламу. Почему нет? И по буддизму. Пускай дети в школе изучают эти религии. То есть, не батюшка приходит и говорит, извините, сейчас я тут все расскажу, а вы пойдете в церковь нести нам деньги, да, как бы, это пожертвование. Ну вот. А чтобы у них, они изучали историю религии. И не с точки зрения, кто куда пришел, чего основал, а с точки зрения как раз сути каждой религии. О чем она говорит? То есть, что в ней заложено? Какие правила, да, поведение? Почему? И так далее. То есть, не хронология, какое-то событие, да, не хронику произошедшего там с тем или иным пророком, а именно суть каждой религии. Суфизм изучали бы, да, дзен-буддизм и так далее. Это очень нужно, потому что каждый человек может выбрать для себя путь. Вы знаете, я хочу пожелать этой стране одно такое, даже просто напоминание хорошее сказать. Просто я очень люблю писателя Курта Ванегута. У него есть прекрасная фраза, я вот буквально вычистал, перечитывал книжки его пару дней назад. Он сказал, святой, понятие святого, да, вот как у нас на Руси люди говорят, святой человек, да. Так вот, святой человек, это тот человек, который остается порядочным, даже когда окружен непорядочными людьми и находится в непорядочной ситуации. Вот эти люди святые. Так вот, они вокруг вас находятся, они находятся не на картинках, не на иконах, не, как говорится, не с какими-то атрибутами, да, своей святости. А это просто обычные люди вокруг вас. И не важно, какой они национальности. Просто есть действительно святые люди, порядочные, а есть непорядочные. Вот и все. Поэтому не уставайте порядочным людям улыбаться и говорить им, что вы их любите. Берегите их и уважайте.